Даже в годы войны, несмотря на ожесточенные бои, все невзгоды и тяготы, русские солдаты не унывали. И в короткие минуты отдыха, как и положено молодым людям, они находили время для песни и танца. Как это было, решили показать юные белгородцы. И, конечно же, главный танец они покажут в конце. Это победный вальс мая 45-го. Но до этого еще 1418 дней и ночей. Участники бала показали войну с самых первых дней, когда с выпускных вечеров вчерашние школьники уходили на фронт. Площадка перед Центром молодежных инициатив становилась и полем боя, и госпиталем, и, конечно, местом, где любящие женщины встречали своих победителей. Юноши в военной форме, девушки в ситцевых платьях, на головах фуражки, пилотки и разноцветные банты. Брат и сестра Никита и Татьяна примерили на себя образы рядового солдата и друженицы тыла, которая преданно ждала своего родного человека. Я, как и любая женщина того времени, сильная, храбрая, смелая, но в то же время помогаю всем солдатам. То есть вот советский образ русской женщины. Какие все были, большое им спасибо за это, за все. В отличие от привычного белгородцам бала маскарада, инициаторами этого мероприятия стали юноши. Они подыскивали себе партнерш, чтобы стать участниками праздника. Так сложились 65 пар. Они исполнили 12 танцев, в том числе фигурный, медленный и венский вальсы. Возможно, это один раз в жизни выпадает. Сказали, 9 мая – великий праздник, нужно потанцевать. Водушевление, это просто прекрасно. Отлично подобрана музыка. Да, настроение отлично. Я первый раз праздную День Победы так масштабно. Наверное, в связи с последними событиями, когда такое все происходит, какие-то патриотические чувства с большей силой проступают. Также пары прошлись в ритме танго, задорно сплясали Падриариту и Белла Чао. На подготовку участникам отводилось три недели. Каждый вечер молодые люди репетировали. Им помогали хореографы из коллектива «Вдохновение» – Дарья Павленко и Павел Яновский. На балу они кружились в вихре вальса вместе со своими подопечными. Очень хорошо. Репетиции было не так много, но они справились. И сегодня это было видно. Они большие молодцы. Потому что заодно репетицию выучить вальсы – это большое достижение. На площадке у Центра молодежных инициатив собрались несколько сотен зрителей. Они образовали второй круг танцующих. И, может, не так умело, но очень искренне двигались под мелодии фронтовых песен. Очень хороший пар. Прямо достал до сердца. С удовольствием все прослушали, просмотрели. Великолепно. Очень нравится, что молодежь учится правильным танцам, красивым движениям. Потому что это у нас уже как-то уходит на дальний план. В современности это очень хорошо. Балы в Белгороде организуют участники молодежной организации «Новое поколение» Андрея Скотча. Этот балл – девятый по счету. Но впервые его посвятили Дню Победы и провели под открытым небом. Мы приложили много усилий в организацию этого балла. Но у нас было много помощников. Поэтому работа слегка и слажена. Управление молодежной политики, фонд «Поколение», Центр молодежных инициатив, военно-патриотические клубы, ДОСААФ, МВД. В общем, помощников у нас было много. Поэтому я считаю, что все у нас получилось на 100%. В следующем году мы обещаем, что балл Победы будет еще лучше. Здесь же можно было сделать снимок, стилизованный под фронтовой, и угоститься полевой кашей. Закончили вечер благодарностями в адрес ветеранов и главным символом праздника – песней День Победы. Спасибо, что сегодня мы живем! Маргарита Платонова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.